Перед тем, как окунуться в прорубь морозной январской ночью, специалисты советуют несколько раз взвесить все за и против. Несмотря на то, что верующие наделяют крещенскую воду целительной силой, перед купанием полезно объективно оценить состояние своего здоровья и погодные условия. И только потом, собрав волю в кулак и отбросив в сторону все страхи и опасения, нырять в прорубь. Как водичная? Сегодня очень теплая, хорошая вода, да. И погода замечательная. Лучше купаться в минус 10 примерно. Сегодня тепло. Вера наша такая православная и одновременно, как вид для здоровья, тоже полезно назовем. Все вместе совместить. Прорубь в водоеме, сделанной специально для купания в священные праздники, носит название Иордань. Подготовка места перед традиционным православным обрядом начинается заранее. Для горожан, желающих искупаться в холодной январской воде, оборудованы обогреваемые переодевалки. На месте дежурят спасатели и медики. Здесь провели заборы воды, проверили наличие ненужных бактерий, почистили дно, облагородили спуски и ограничили, чтобы случайно никто не ушел на глубину. Медики не рекомендуют перед купанием согреваться горячительными напитками, а перед заходом в воду следует дать организму привыкнуть к минусовой температуре. Новичкам рекомендуют находиться в проруби не более 15 секунд. «Даешь себе обещание, что ты нырнешь в эту ночь в холодную, и ты это делаешь, выполняешь. Ну, по крайней мере, ты выполняешь для себя какой-то пунктик». «Поддержание тела, духа». Крещение – один из главных православных праздников. Окупания в этот день со временем стали не столько обрядом, сколько народной традицией. Воду заранее освещают. Вообще считается, что вся вода на крещении и несколько дней после него имеет особые свойства. Поэтому ее полезно пить и умываться ею по утрам. Целебная энергетика воды сохраняется в течение трех суток. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.